МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мания кладоискательства не даёт нам покоя. И сегодня мы вновь отправимся на поиски исторических сокровищ. В своём непомерном рвении кладоискатели никогда не останавливались даже перед осквернением захоронений. Гробницы древнеегипетских фараонов и вельмож опустошались грабителями ещё в древности. Ещё в XII веке до н.э. в правлении Арамсеса IX оказалось, что многие захоронения вельмож и даже несколько царских погребений на территории Фиванского некрополя подвергались методичному разграблению на протяжении ряда лет. В ходе следствия выяснилось, что служащие некрополя находились в сговоре с грабителями. Под подозрение попал даже верховный фиванский жрец. Однако в конечном счёте ни одно из высокопоставленных должностных лиц не было признано виновным. А те, чью вину удалось доказать, были посажены на кол или отданы на съедение крокодилам. После арабского завоевания Египта в VII веке уже н.э. грабёж ценностей из древнеегипетских гробниц вступил в новую стадию. Первую, хорошо спланированную, подготовленную попытку взлома Великой пирамиды в Гизе арабы произвели и в IX веке по приказу халифа Аль-Мамуна. Несколько недель рабочие пробивали толщу известняковых блоков пирамиды Хуфу, в результате чего на одной из её граней появилась дыра Аль-Мамуна, существующая по сей день. В 1881 году немецкому египтологу Эмилю Брукшу удалось узнать о местонахождении царского тайника. Этот тайник в течение длительного времени являлся источником благосостояния семейства Абд-эль-Расула, жившего за счёт торговли антиквариатом. В тайнике были обнаружены саркофаги с мумиями 37 фараонов и их родственников. Вскоре все они оказались в Каирском музее. Всего в долине царей археологи открыли 64 гробницы. И только одна из них оказалась практически в полной сохранности. Это гробница Тутанхамона, обнаруженная английским археологом Говардом Картером в ноябре 1922 года. Усыпальница Тутанхамона была переполнена бесценными произведениями искусства. А лицо мумии фараона закрывала золотая погребальная маска, один из мировых ювелирных шедевров. В царских гробницах шумерского города Ура, раскопанных в 1922-1934 годах экспедиции под руководством британского археолога Леонардо Вулли, были обнаружены великолепные образцы прикладного искусства древней Месопотамии. И хотя большинство могил было разграблено ещё в древности, две шахтовые гробницы всё-таки остались нетронутыми. Они принадлежали урбским царям Мескаламдугу и Акаламдугу, правившим в 27 веке до н.э. В гробницах были найдены ожерелья тонкой работы, роскошные головные уборы, персни самоцветами. Подлинным шедевром шумерского ремесла относятся обнаруженные археологами золотой шлем и кинжал царям Мескаламдуга, а также украшенные лазуритом штандарт со сценами военного триумфа, золотое изваяние козлёнка в зарослях, инкрустированное лазуритом и перламутром, и, наконец, великолепная диадема царицы Пуаби, изготовленная из золота, лазурита и сердолика. В 1968 году в китайской провинции Хэбэй было обнаружено захоронение князя Люшена и его жены, княгини Доувань. Доступ в скальной гробнице прекраждал завалы с камней и железная стена, которую археологам пришлось взорвать динамитом. Вместе с погребёнными в 113 году до н.э. знатными особами в гробницу поместили 2800 разных предметов. Покойные были облачены в нефритовые погребальные костюмы. Согласно верованиям древних китайцев, нефрит обладал магической силой, способной предохранять мёртвые тела от разложения. Костюм князя состоит из почти 2700 кусков нефрита, скреплённых золотой проволокой. Ещё одна знатная находка была совершена в Китае в 1972 году. Близ города Чаньша было открыто захоронение княгини Синь, жившая во II веке до н.э. Накрытый погребальным знаменем, расшитый шёлком гроб с телом княгини, был помещён внутрь второго гроба, который был вложен ещё и в третий. Склеп был запечатан герметично, и в результате в нём образовалась прохладная, с высокой влажностью, почти стерильная среда. А нежные шёлка, хрупкие лакированные изделия и закутанные в саван тело самой княгини остались нетронутыми временем. В гробнице княгини было найдено более ста прекрасно сохранившихся изделий шёлка. Сервис для загробных трапез княгини Синь представлял собой изящные столовые блюда и приборы. Лакированная утварь, погребённая вместе с княгиней, представляет собой обширную и разнообразную коллекцию дорогих изделий. Кроме тарелок, чаш и подносов, эта коллекция включает вазы, миски, тазы, подлокотники, несесеры, небольшие ширмочки, которые использовали как в декоративных целях, так и как средства защиты от сквозняков. А в Германии в 1868 году близ деревни Гильдесгейм был обнаружен клад, который насчитывал 69 серебряных сосудов и других вещей различного назначения. Это блюда, миски, чаши, кубки, подносы, черпаки, солонки, складной треножный столик, канделябр и тому подобное. Вещи из Гильдесгеймского клада, италийского, александрийского и отчасти кельтского производства. Они относятся главным образом к I веку до н.э. Значение этого клада для изучения ремесла и искусства народов, входивших на рубеже старой и новой эры в состав Римской империи, даже трудно переоценить. В 2000 году на юге Италии в местечке Моря Чина была найдена корзина с серебряными предметами. Принадлежали эти сокровища, по-видимому, жителю древних Помпеи, погибшему во время извержения вулкана Везувий в августе 79-го года. После реставрации перед взорами восхищенной публики предстал серебряный сервиз изумительной работы из 20 предметов общим весом в 4 кг. В настоящее время эта роскошь экспонируется в археологическом музее Неаполя. Это четвертый по количеству предметов серебряный столовый набор, найденный в районе Помпей. В 1895 году в городе Боскориале на вилле Пизанелле был обнаружен серебряный сервиз из 109 предметов. Второй находкой такого рода стал набор посуды из дома Минандра в Помпеях, обнаруженный в 1930 году. Он состоит из 118 предметов. Ну а третий по величине серебряный набор, 65 предметов, был найден еще в 1836 году, также в Помпеях. А в заключение перенесемся в Америку. В ноябре 1952 года мексиканский археолог Альберто Рус вскрыл погребение в развалинах древнего города Майя в Поленке. В массивном каменном саркофаге в крипте храма надписей был погребен 80-летний правитель Баакульского царства Майя Пакаль. В гробнице этого владыки 7 века находилось множество изделий из нефрита. А самое замечательное из них – закрывавшее лицо Пакаля посмертная мозаичная маска с глазами из перламутра и обсидиана. Ныне она хранится в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Так клады дополняют и оживляют историю. Но с тайными сокровищами мы еще не покончили. Продолжение вас ожидает в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин